Арина Корнева катается на велосипеде с четырех лет. На слет ЮИД она пришла с командой 14-й гимназии, чтобы отстоять честь родного учебного заведения. В нашей команде два мальчика и три девочки. Все с удовольствием принимают участие? Все очень рады этому, все с удовольствием сюда пришли, всем очень хорошо, всем нравится это. Количество транспорта на дорогах ежегодно увеличивается, возрастает и аварийность. Нередко жертвами ДТП становятся несовершеннолетние. Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Обучение подрастающего поколения правилам и основам безопасного передвижения на дорогах – важная задача по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для того, чтобы донести до жителей, до детей важность правил дорожного движения, соблюдение правил дорожного движения, мы проводим вот такие слеты. А кто лучше юных и второго движения, расскажет детям, как надо соблюдать правила дорожного движения в жизни. Лучше их никто, тем более те, кто попадает в наши отряды, в отряды юных и второго движения, это в дальнейшем будут самые добросовестные водители, самые добросовестные пешеходы. И вот в этом основная цель и задача нашего слета. Те ребята, которые, как и Алексей Аверьянов, начинали свой путь в отрядах ЮИД, сегодня выступают в роли судей, наблюдателей, помогают в организации и проведении слета. Мы занимались с ребятами, но, конечно, не все школы приходили на тренировки, поэтому, конечно, ошибок они сделают больше. Слет проходит в течение трех дней, во время которых участники команд показывают свои знания и умения в области ПДД, медподготовки, из отдельных деталей собирают дорожные знаки, разгадывают кроссворды. Один из самых сложных и зрелищных этапов слета – велотрасса. ЮИДовцы один за другим выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Конечно, бывают и ошибки. Проезд на красный сигнал светофора. Вот на том светофоре у нас есть дополнительная стрелка, то есть они едут не по дополнительной стрелке, а выезжают на основной зеленой, что запрещено. Или не показывают повороты или остановку руками. Также пересекают сплошные полосы и производят разворот в неположенном месте. На площадке за эти нарушения назначаются штрафные баллы. А в реальности это может стоить жизни. Необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения – это наша с вами безопасность.